Что такое быть лучшими из лучших сотрудники компании Instinct Tools, знают не понаслышке. Современные офисы в центре города, европейские зарплаты, ежегодный рост доходов компании и численности сотрудников позволили разработчику программного обеспечения и веб-сайтов компании Instinct Tools обойти конкурентов и победить в национальном конкурсе «Предприниматель года» в номинации «Стабильный успех». Гродненские айтишники уверяют, их позиции укрепились, а выручка по сравнению с прошлым годом выросла на 25%, в частности, благодаря декрету номер 8, который создает беспрецедентные условия для развития IT-отрасли в Беларуси. Было соотношение 2016 года-2017 года. В 2016 году у нас была выручка 5500 белорусских рублей, это если я сейчас разговариваю в миллионах, в 2017-м 8200. По численности было 140 человек, на сегодняшний момент у нас 254 человека. За средняя заработная плата 3400, в прошлом году было 2800. Ежегодная численность персонала Instinct Tools возрастает на 30%. Большинство специалистов, работающих в компании, официально признанной одной из самых успешных в стране, специалисты IT-сферы. Однако стремительное развитие стало возможным благодаря налаженной работе маркетологов, бухгалтеров, специалистам по продажам, бизнес-аналитиков, а также финансовой службе и целой команде опытных управленцев. Совместное дело по крупицам, создаваемое каждым из сотрудников, выливается в один общий стабильный успех. Он не только обогащает саму компанию, но и создает имидж Беларуси как страны с высоким интеллектуальным и технологическим потенциалом. Мы занимаемся разработкой программного обеспечения на заказ. В основном у нас западные рынки, в основном крупные компании, известные западные бренды. И мы в основном пишем корпоративный софт, корпоративное программное обеспечение, которое потом используется в этих больших корпорациях. Основные страны у нас – это Германия и Соединенные Штаты Америки, Голландия достаточно большую часть занимает. Успешный опыт международной кооперации и растущая прибыль позволили компании завоевать авторитет у коллег по цеху, даже у самых матерых. Так, при создании Гродненского филиала столичного парка высоких технологий, мнение управляющих партнеров компании-лидера оценивалось как экспертное. К нему прислушивались, на него опирались. У нас спрашивали, что конкретно этот парк высоких технологий здесь, в Гродно, мог бы какие-то задачи решать. То есть, как он мог бы быть организован, какие, соответственно, тут нужны площади, то есть, какие нужны люди, что будет работать, что не будет работать. Желанную победу в конкурсе «Предприниматель года» компании принесли не только профессиональные навыки сотрудников и отчетные финансовые показатели. На пути к успеху сыграла роль и добровольная инициатива айтишников оказывать адресную социальную помощь тем, кто в этом нуждается. Вот и денежная премия, которую компания наряду с дипломом получила в качестве приза за победу, ушла к тем, кому, по мнению самих айтишников, деньги нужнее, чем им самим. Советом учредителей было принято решение все деньги, полученные в рамках премии, перечислить в дом малютки на пополнение их материально-технической базы и на приобретение новогодних подарков. Три гродненских и один минский филиал «Инстингт Тулс» постоянно нуждаются в привлечении новых сотрудников. Найти уже готовые перспективные кадры – задача не из легких. Поэтому молодые специалисты, а в основном в компании трудятся выпускники местного Купаловского вуза, совсем скоро смогут пройти стажировку и повысить свой профессиональный уровень на базе компании. Это не только специалисты-разработчики. Нам также периодически требуются специалисты и на бэк-офис, так называемый. Это может быть и маркетинг, и офис-менеджмент. Разработчики, конечно же, абсолютно разных уровней. От джуниоров до самых сеньористых, готовых открывать какое-то новое подразделение отдела, набирать людей уже в себе, в команду. Высокая степень новаторства в подходе к ведению бизнеса. Создание оригинальной продукции и нестандартное маркетинговое решение сделали свое дело и принесли гродненским айтишникам победу в престижной номинации. А кто повторит, а может и превзойдет успех лучших бизнесменов страны и станет новым победителем национального конкурса «Предприниматель года», мы узнаем уже в следующем, 2019 году. Олеся Матвеенок, Сергей Печерица, Новости, Гродно+.